Помолимся. Смерть ее смерть поправ, и слощим во гробах жив он дарован. Господи, молим Тебя, благослови наши занятия. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Прибудь с нами в этот день. Сохрани нас в любви и согласии, единомыслии по слову Твоему. Тебе же слава, честь и поклонение высылаем Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 3 мая сегодня, 2019 год. Мы проходим пособие по изучению Евангелия от Марка. 11 глава с 15 по 18 стихи. «Пришли в Иерусалим, и Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И стал именовщиков и скамьи продающих голубей опрокинуть. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, не написано ли, дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. Услышали это книжники и первосвященники, и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники, и книжники, и старейшины, и говорили ему, «Какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал власть сделать это?» Иисус сказал им в ответ, «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне». «Тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоанна с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собой, «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему?» А сказать от человеков, боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу, «Не знаю». Тогда Иисус сказал им в ответ, «И я не скажу вам, какую властью это делаю». Храм в Иерусалиме, построенный царем Соломоном в 1004 году до Рождества Христова, был сожжен 417 лет спустя войсками царя Новых Ударнассорра. 70 лет спустя, в 516 году до Рождества Христова его восстановили. Он был украшен Иродом в 17 году до Рождества Христова. Христос был до того возмущен происходившим там торгом, что решился положить этому конец. Это значило выступить одному против давно установившегося религиозного обычая. Сколько силы в характере Христа, как далек он от типа бесцветного святоши. Христос требует, чтобы весь храм во всех его частях и во внешних был посвящен Богу, святым домом молитвы, и не позволял, чтобы посторонние вещи проносились даже через внешний двор для сокращения пути в город. Народ дивился, но не сопротивлялся, чувствуя его духовную правоту. Духовенство же только ждало случая, чтобы погубить его. Допускаем ли мы заведомо в нашей жизни такие поступки, которые Бог не позволяет? Хотя бы люди дозволяли их. Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 13 по 21 стихи. Евангелие от Иоанна. Приближалась Пасха Иудейская. И Иисус пришел в Иерусалим. И нашел, что в храме продавали волос, фолов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех. Так же и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дома от самого его не делайте домом торговли. Все ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем снедает меня. На это иудеи сказали, каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? И Иисус сказал им в ответ, разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. На это сказали иудеи, семь храм строился сорок шесть лет, и ты в три дня воздвигнешь его. А он говорил о храме тела своего. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 16-17 стихи. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. И второе послание к Коринфянам, 6 глава, 16 стих. Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них. И буду их Богом, и они будут моим народом. 1 Фессалоникийцам, 5.23 Сам же Бог мира, да осветит вас во всей полноте. И ваш дух, и душа, и тело, во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Ну давайте немножко порассуждаем. У кого, может быть, какие-то есть вопросы по прочитанному, недопонимания или... Ничего нет? Ну, на что бы мне охрапилось, хотелось бы обратить внимание. Вот, Христос выдал, выгнал из храма и продающих, и покупающих. Вот, сегодня никто никого не выгоняет, в храмах торгуют. И это как-то уже с этим все смирились, и по этому поводу ничего не делается, и... Вот, но вот, хотелось бы параллельное место привести, может я ошибаюсь. Вот, что касается, ну, все знают батюшка отца Владимира Головина, недавно ролики вышли, всегда тихо нечем. Вот, что молитва по соглашению, и там вот деньги, торговля, значит, вот этой вот молитвой по соглашению. Не заплатишь, и не будешь молиться. Вот, похоже это? Похоже. Вот. И вот я в переписке тут читал, в нашей группе, одна сестра, значит, я вот послала деньги, вот, за эту совместную молитву, а другая говорит, и покайся. А она отвечает вроде как, ну, а что мне кается, может я неправильно понял, что меня попросили, я послала, и вот, вот, и не при делах. Вот. Хотелось бы обратить внимание, что вот Господь выгоняет не только торгующих в храме, но и покупающих, не только вот торгующих молитвой, но и, если так вот перевести, экстраполяться на сегодняшний день, но и пользующиеся вот этими вот молитвами, то есть, посылающие вот этих денег, Христос бы это не одобрил, раз он там выгнал и тех, и других, то и здесь, значит, почему люди покупают эти молитвы, почему люди вот покупают свечки, а им это нравится. То есть, вот, это вот товарно-денежное отношение к Богу, мне ни к чему не обязан, пришел, грехи перечислил, деньги заплатил, дальше пошел. Вот. Можно такую провести параллель, или это другие вещи, как вы считаете? В точку попал. В точку попал, да. Ну вот, Виталий, да, я тоже слышал, ты тоже утре у нас, но и в этом деле обличать священников мы любим. Как вот, брат у нас один тоже обличал, что они пузатые, он самого пуза выросла, он смеется, вот, говорит, да, обличался, говорит, священство. Так что нам надо тоже, как бы, обличая, за собой тоже смотреть, как бы нам самим-то не стать участниками в этой торговле, дабы проповедуя другим самим, я не знаю, может, ты любишь, но мне не особо нравится обличать попов, но мы просто вынуждены это делать, потому что я сам пострадал от них очень сильно, понимаешь? Понимаешь, у меня все сделано, вся жизнь наперекосяк пошла. Вот, а потом, когда я глубже копнул, и Игнат Тихонович раскрыл во свете Библии вообще, что творится. Ну, если тут молчать, то я не знаю вообще тогда, кто будет камнево за период тогда просто. Аминь. В точку. Да. Я не к тому, что надо молчать, а к тому, что что ты видишь, сучок, в глазе брата своего, бревна своего не замечаешь. Вот это как бы не получилось. Но мы не торгуем у нас, во всяком случае, в Потеряевке, в Барнауле порядок наведен, слава тебе, Господи. Вот. И вот с братом я, с Сергеем Игнатом, разговаривал, у них тоже торговли нет, удивительно, в Украине. Я так, это обычно там, покажите нам еще такой храм, покажите нам еще такой храм, где такой порядок. Вот, оказывается, есть, вода камень точит, не молчали, говорили, рано или поздно, значит, эта скала должна дрогнуть, сдвинуться. Вот. А молитвы по соглашению, да, я и раньше Игнат Тихоновичу говорил, но как-то он то ли не расслышал, то ли не поверил. Вот. А потом, когда уже этот, открылась, и вот, да, надо в этом каяться, отца Владимира, и, видимо, Бог его ведет все-таки. При всем при том, многие люди через его проповедь пришли к вере православной. Это нельзя за счетов бросать. Но и, тем не менее, торговать... Я правильно понимаю, Сергей? То есть, человек, который покупает, ну, вот эту услугу, да, молитвенную, молитва по соглашению, он участвует в грехе симонии, я правильно понимаю? Ну, я с тобой согласен. Может, кто-то не согласен, давайте пообсуждаем этот вопрос. Может быть, Христос выгнал только продающих, а покупающих не трогал, но написано. А покупающие, да, причем, ну, они тут как бы... И мы как бы купили какой грех. Это они торгуют, а не грех. Вот. На это вот хотелось бы заносить внимание. То есть, народ-то любит это вот все вот такое вот... Я не знаю, как это назвать, а преддоверие... Заметь, заметь, Сергей, извини, заметь, что Симон-то пришел, он хотел купить услугу-то у апостолов, взять у них вот эту силу Святого Духа. Он хотел ее купить. Так и люди так же приходят и покупают эту молитвенную услугу. Так это и вот он, корень-то Симоний. Но он хотел эту услугу купить для того, чтобы потом этой услугой торговать. Понимаешь? Он-то увидел, что этим можно как бы промышлять. До этого же он... Что он этот волк-то делал-то? Тоже какие-то услуги оказывал населению. Денежки ему за это платили, там, волкловал или колдовал он, или что там, гадал, пророчествовал. Сейчас неизвестно, чем волклы-то занимались в то время. Но и сегодня... Нет, он изумлял вообще весь народ написан. То есть он в большом почете у народа был. То есть он великий был волк. Ну что ему не хватало, да? Вот он здесь выходил в стадии покупающих. Апостолы ему отказали. И упрекнули его за это. И сказали, молитесь. А тут выходит, смотри, попы выходят, они соблазняют людей на этот грех. Они говорят, ну идите к нам и платите нам деньги, и выступите в роли Симона Волхва. Я вот так это понимаю. Со всеми вытекающими последствиями. То есть как апостол сказал, что сердце твое неправо, молись, чтобы отпустился тебе помысл сердца твоего, желчи, неправда и желчи, и все остальное. Да, но сама мысль, что молиться за деньги, меня, конечно, она тоже возмущает. И здесь я с Игнаем Тихоновичем полностью согласен. Ну как бы, апостол Павел говорит, молитесь меня, а братья так, перешли нам на карточку, тогда помолимся. Пожалуйста, Игнаем Тихоновичем. Дело в том, что в Священном Писании, в Святой Библии, есть такой пример. И человек претелся на эти деньги. И это стоило ему жизни. Валаам, пророк Божий. Божий пророк. Он как раз говорит, вижу, звезда восходит от Израиля, но не близко. Вот эта рождественская звезда, это ему открыто была. Ему деньги дал Валаам. И он пошел, ослица залегла под ним. А потом, когда он ее бил, и она заговорила, он начал в чувство приходить, но уже это не помогло. Когда дальше Израиль пошел в атаку, в его место они его убили. Это молитва за деньги. Ему подарки дали, а он пошел теперь молиться, чтобы было плохо Израилю. Да. Вот ответ. Прямо конкретно библейский пример. Отошел. Хороший, да, хороший пример. Вообрази весь масштаб соблазна. Вообрази. Это весь русскоязычный интернет во многих странах. Все русскоязычные буквально обращаются к нему. Это просто какой-то масштабы колоссальные какие-то. Я не знаю. Ну, причем, когда лишали Сана-то, они, по-моему, какая официальная версия, это можешь мне сказать, отца Головина, за что его лишили Сана? Не за грех же Симонии, я надеюсь. Потому что они сами... Это Вячеслав, наверное, ответит. Я не знаю. Там 10 пунктов всяких. Греха Симонии нету. Как они его назовут, если они сами в этом грехе? Но истинная причина, я думаю, кроется в этом. Конкуренция. То есть зависть. Истинная причина – деньги. Все правильно. Ой-ой-ой. Господи помилуй. Давай-ка, тихо. Мы читаем, у святых отцов они говорят, самая сильная молитва, когда непосредственно Господу Богу. И самая сильная молитва, когда ты сам молишься за это. Здесь как раз деньги заплатили, а капец буду считать, какое надо время. Это покупка. Самая настоящая купля. И она будет засчитывать, как будто ты молился. Где это в Писании есть? И как это может... То есть люди сами не хотят. А деньги есть, он сейчас закупил, все, и богач будет в раю. А ведь так нет этого. Каждый должен сам вас запить. Каждый должен молиться. Тут понятно, что ставятся наши денежные рельсы. И люди, какие были мертвы, такие и есть. Вот она приходит, бабка, уже с сумками. Оп, подняла голову там мимо. Храм. Она в храм забегает. А тут заказывает, заказной молебен. Она пирожками торгует. Она раз деньги скинула, того-то, вот-то. Все, батюшка стоит, насаждается. А их никого нету. Деньги заплатила, а что тебе поп надо еще? Тут развращение народа идет. И что, глубже грех-то идет? Они покупают людей. Вот сорока уст считать где-то. А тут старобрядцев распространено. Платят деньги и вытаскивают человека из ада. Я говорил этот пример. Когда подали монету. Он ее не хотел брать, а взял. А ночью видит тот человек, который подал. В терновнике сидит. Там колючки по четверти. И тебе голому надо лезть. Он сунулся. Колючки не пропускает и не разодрать. И утром тот пришел. Благодетель. Он ему катнул монету и покатилась под горку. Я за себя не могу ответить. Это за деньги. Молиться призывал Павел, друг, друзей своих. Помолитесь обо мне. Чтобы я был освобожден для проповеди. Прямо говорит. Но не за деньги. Речь идет только о деньгах. Все остается на месте. А тут все. Система. Востолько-то. Настолько-то. Это и на Афоне везде. Молитва. Молитва. Самая ценная. Молитва, которая открывает двери к Богу. А зачем? Я заплатил деньги. За меня молятся. Бог обязан дать. Вот эти торгашеские отношения. Они человека удаляют от истинной веры. От общения личного с Богом. Аминь. Мы проглядеть не можем-то. Это убийство. Душ идет через это. Они никогда к Богу не приходят. А я заплатил. Лужков заплатил. Вот имена их написали на храме. Храм Христа Спасителя. За них теперь там молятся. А они тут вывозят миллиарды из страны. И все это обман. Самая сильная молитва, когда непосредственно как к Богу. И к святым. Святые говорят. Те молитвы как пониже. И самое сильное, когда ты именно сам молишься. Ого принципа порушены. Отошел. Ну там смотрите. Там как раз таки-то человек сам молится. То есть это как бы... Ну может не как бы тут мало... Не все знают, что я себе там представляю. Потому что там ты деньги пересылаешь за то, чтобы ты сам молился. А не за того, чтобы там за тебя помолились. Как раз таки когда... И если смотреть проповеди отца Владимира, то там вообще ни одного нету такой проповеди, где он сказал, что посылайте деньги. Ну или там допустим, мы там за вас помолимся. Как это делают в церкви, к примеру. Он говорит, вы будете сами молиться. Вы сами молитесь. Все. А мы ваши имена тут тоже поминаем. И мы как связующее звено между всеми людьми. Вот смысл такой, а не в том, что ты как бы начал там... Ну вот ключевой момент. Ключевой момент. Ключевой момент. Мы как связующее звено, и мы тоже молимся. За что они деньги берут? Или они как берут, что? Заплатите деньги, чтобы у вас была мотивация вам самим молиться? А денюжки нам давайте? Я не знаю, что это такое. Какая-то казуистика, какой-то мега... Как это вот католические эти... Тоже такую версию слышал, что человек заплативший, ему деньги свои жалко будет, и он тогда будет молиться. Я же деньги заплатил. Это психология. Иезуитская какая-то, иезуитская какая-то вообще прием такой. Ну, согласен. Так так и есть? Так и есть, и из-за этого и молятся. То есть это чисто так и есть. Вот хоть ты иезуит, иезуитская, чисто ты заплатил, и ты чисто из-за этого молишься, если ты неверующий. Что такое иезуитское? Объясните, пожалуйста. Иезуиты, а это люди, которые... У них девиз был цель. Вот цель надо достигнуть, и любое средство, оно оправдывает эту цель. То есть и ложью, и не ложью. Хоть чем можно цель, нужно достигнуть. И ложь может идти в ход, и все остальное. Это принципы иезуитов. То есть здесь цель истинная – деньги, а ложная – это вот мы учим людей молиться. Вот таким способом, потому что по-другому они... Да, это как бы мы вас подвигаем, мы вас мотивируем. Но это бизнес-тренеры везде такая. Знаешь, вот эти коучинги, там все остальное. Они тоже так говорят, что курс... Я не могу вам бесплатно дать курс, потому что бесплатно, когда даешь, человек не ценит это. А ценит тогда, когда он свои кровные заплатит. Тогда он начнет... Я понимаю эту логику. Ну, а применима ли она в вещах, я не знаю, молитвы? Это какое-то новое уже, ну, хао такое, учение. Ну, что? Можно пройти? Да. Тут, оказывается, идет это обсуждение, которое уже... От павших листьев... Я просто там был, хотел поделиться тоже. Вот, то есть, то, что он говорил, Владимир, отец бывший партерий, что его... Он сначала отменил торговлю в храме, полностью, под ноль. Говорит, что... То есть, книжки оставляйте, пусть стоят, свечки пусть стоят. Но если человек хочет взять, как бы, и ничего вам за это не дает, то не дает и не дает. То есть, бесплатно все. Вот, и эти свечные торговцы, они просто его съели через две недели, потому что все приходят, и выстраивается очередь километровая в нелитургии. Говорят, нет, скажите, сколько стоит, нет, скажите, сколько стоит. Они говорят, вы такой умный, отец Владимир, сами вставайте тут, и каждому объясняйте, потому что бесплатно никто брать не хочет, вот, и тоже не пойми, какие деньги не дают. То есть, короче, замучили его, и он говорит, ладно, напишите там, как бы, какие-то цены, но, опять же, не придерживайтесь, особенно за молитву. За молитву тоже с нас никто ничего не брал там. Кто-то там, его тоже замучили этим вопросом, заплатить за молитву. Он говорит, ну вот, и как бы есть люди специально, мы их приглашаем, которые будут вас вспоминать. То есть, вот вы в семье неверующие, например, у вас никто не верит, за вас некому молиться. Если вы хотите, чтобы точно знать, что за вас конкретный человек в Болгаре придет и будет молиться, вы пошлите какую-нибудь копеечку, сколько есть. Если нету, просто напишите, денег нету, помолитесь. Мы обязательно помолимся. Прямо видео есть, он говорит об этом за вас. Не надо никаких денег нам переводить. Ну, просто, говорит, все замучили, сколько вам денег. И поэтому какая-то формальная цена есть. Вот. Понял, понял. Вы вот слово замучили, произнесли бы, ну, раза четыре, наверное. И вот, судя из вашего рассказа, ну, отец Владимир, он мученик. Прямо мученик. Когда каждый день по несколько раз вас спрашивают, по 20, по 30. Идайте, конечно, пожалуйста. Тут дело вот какое. Наша община маленькая, две общины. Но эта маленькая как раз свеча и есть. У нас этих вопросов не возникает. Я видел такие в Печерской лавре. Лежат свечи. И ставят их служки, священники. Никто к ним не прикасается. Людей-то зачем приучили к свечам лезть это? У нас их никто не ставит. Штицы стоят там, свечки лежат на подсвечнике. Когда догорают, у нас в уставе написано, чтобы свечка догорела, помигала и погасла. Ни одной свечки за 27 лет у нас не погасили. Ни одного агарка нету. Ну, а тут огромные мешки агарков-то воруют. Это так. Зачем людям ставить свечки? Не надо ничего ставить. Если надо где-то что-то там, в другом месте положите воск, купить воск. Это общее там складывается, купить воск. Это у нас и общее не складывается. Десятина все порешает. Введите то, что положено. А мы как бы не крутили, мы обязательно деньги там немножко, хоть копеечку неверующие. У нас пишут только за здоровье своих и за упокой, кого знают. А другие, третья введенная записка для тех, которые ничего не знают, чтобы они обратились к Богу. А люди другие, которые желают, вот заводите знакомство и молитесь. Церковь к этому отношения не имеет с улицы. Из посторонних никто не смел пристать к ним. Деяние апостолов, 5 глава, 13 стих. Тут в корни надо ломать все. А то его замучили. Так вы сами это мучение придумали. Почему нас к батюшке никто не идет, не выпрашивает во время поста? Господи, батюшка, дай там что-то. Никогда. Два года от ущения от церкви, если он нарушает пост. Все. Почему не уговариваем бороды не трогать? Введен это и все с бородами. В брюках никто не ходит. Ну, любой вопрос возьми. Надо учить и твердо стоять. Все. Остальное, остальное на улице. У нас возле храма никто не просит. Зачем нищие там? Согласно закону, они не имеют права просить. Когда это были правила, тогда вообще пенсии не было, социального обеспечения не было. И то надо было, чтобы приходили, епископ рассматривал и давали ему мирная грамота, называется, что он может просить милостыню там-то в то время. Здесь подряд любой подходи, встань, кружку тебе накидают. То есть все пущено самотек, чтобы хорошенькими выглядеть. Батюшка нигде не встревает. Хорошо он выглядит. По головке погладил, поцеловал им все. Что здесь церковного? Самый узкий путь. Узкий тернистый. К церкви сегодня не относят. Нет. Я пошла, там запах, головокружение у ней, как нашпаренной женщины Б. Все переворачивается. Все. Привыкли к этому. Вот мы начали с нуля, мы долго рассуждали, что делать. Приходили, стояли, смотрели. Ничего. Надо начинать сначала. Храм должен быть закрытый. Закрой его, чужие, чтобы не заходили. Оглашенные и прочее. Заниматься будем вот в каком-то здесь месте. Литургия верных называется. Стоят все. Выводили у них там? Нет. Знают они, кто дьякон. Двери, двери, премудрость и вон. Но какие двери-то? Двери, которые вводят в храм, должны быть проверены и заперты. Заперты. Вот у нас заперты, никто не войдет. С часовой еще ходят дежурные по территории. Ну можно сделать, мы доказали. Можно. И вот эти вопросы вообще не возникают. У нас с тарелкой не ходят. 27 лет тарелку в руки не брали. Ни одной свечки не купили, никто не поставил. Потерявки ставили. Я приехал, сказал, все, перестали. Для этого есть специальные служки. А как зажигает, я зато говорю, чтобы не глядели на это. Василий Вилькин подтверждает. Не отвлекаюсь от молитвы. Оказывается, можно, можно. И не надо говорить, что нельзя. Эту беду они сами себе придумали. Им это нравится. Деньги не должны именовать. Убрать. Не можете служить двум господам. А какой господин? Мамона. Богу и мамоне. Не можете. А здесь мы говорим на одном месте топчемся. Это кардинально. Надо все менять. Это сказать. Оглашенные за дети. Молиться за неверующих. Не молиться. Ты их не знаешь. За всех молятся. У нас, если за упокой, батюшка спрашивает. Кто такой? Моя мама ходила в храм? Да. Причащалась. Да. Вела христианский образ жизни. Да. Все тогда запиши. Для неверующих ни здоровья, ничего нет. Тут только за обращение. Третий разряд записок. А туда уже, которые наши люди, и знают родственники неверующие, туда они их записывают. Ну, можно что-то делать. Ну, ничего же не делают. Только одно. С одного угла деньги перехотели в другой угол. Зачем просить, чтобы деньги... Мне, я сам молиться, буду деньги платить. За что? Найди нищих. Найди больных. Найди многодетных. Помоги там. А священнику отдай десятину. И все кончилось. Отошел. Игнать Тихорович, вопрос к вам. А почему, почему, почему вы знаете, хоть какого-то священника, может, Геннадий Фаст, или кто-либо, кто о десятине постоянно народу напоминает и говорит, и практикует ее в своих приходах? Почему все молчат об этом мече обоюдоостром? То есть, если не соблюдаешь, то ты проклят, соблюдаешь, благословен. Микрофон, Игнать Тихорович. У нас и уехали Плотникову в Грецию. Она там отцу Григорию или Георгию как-то, я не знаю, как-то вот так. Она принесла десятину, Марина, Плотникова, куем чуде. А что это такое? Батюшка, десятина, не надо мне. Десятина от пенсии-то, ну какая она? А когда он торгует, да освещает описы машин, это полтора процента берут от стоимости БНВ там. Вот и все. Они не идут на это попы. В другом месте, вон мне Наташа, эта усатая, и она об этом же говорит. Где-то там понесла, а батюшки-то как смотрят? Ладно уж, какой-то возьмет. Притом везде они так. Начинать надо кардинально ломать это все. Десятина, и больше деньги нигде не появляются. Десятина Богом установлена. Я писал стихотворение. Святая десятина. Ее Бог сроднил с небом. Она его Богу принадлежит. Богу, Богу. Это священники заставляют быть ворами, святотатцами. Вы обкрадываете меня. Ни себя, ни семью свою обкрадываете. Меня, она вам не принадлежала. Моя десятина. Как учить-то? Притом где вот было, нигде этому не учат. И сделать не могут. Почему? Твердой фиксации прихожан нету. Чужой или свой, никто не знает. Вот у нас она одна была. Не знаю, здесь она или нет. Здесь на Пасху приходила-то. Барнаульская-то. Елена Скрыльник? Да, нет, нет. Тут еще одна была. А, на Пасху-то? Да. Ну, все знают. Смотрят кто-то. Вот приходит этот Тимур-то. И узнают куда. Он приходит по форме одет. И никаких претензий нету. Они не хотят работать. Как угодно может человек завалиться, все нормально, все сходит. То есть, ну, нет в церкви фактически-то. Любое дело делают. А только не то, что Бог повелел. Мне все вспоминается. Была выставка какая-то машин. И там разные машины. Вот бревно, она доезжает, а бревно метр целый. И она переламывается и туда через бревно. А японцы долго смотрели и говорят, какие умные русские люди. Разные машины придумали, чтобы только дороги не делать. И у вас здесь что угодно будем говорить. Но только мамону, чтобы не убрать. А его убрать одним махом можно. Вот у нас не было, не было ни разу. Висит ящик, написано на нужной церкви. Приехал главный банкир Алтайского края из Барнаула. И потеряю, увидел, уже уходи на выходе. Вернулся и положил деньги. Деньги положил банкир. А он еврей. А почему? Его чистота, то, что у нас есть, удивило. Какой порядок был у Василия Великого. Он один раз заметил, что диакон из алтаря смотрит на женщину. Он сразу повелел поставить перегородку, чтобы ни одна женщина алтарь не видела. А то сегодня добрый батюшка, так в благоухание. Вы не знаете, как святые отцы поступали. Повторяю, митрополит московский, киевский был, Иона, он говорит, святые не показали пощады, и от нас ее не будет. Пощада, это означает, с грехами в рай тянут, а не обманывают людей. Туда должен пройти ход узкий. Узкий, путь тернистый. Про это не говорят. А вот это и есть тернистый путь. Если узнали, больше никогда не покупай ничего. Не надо делать этого. Вот все это, как елеем размазали все, гной размазывают. А златоуц говорит, а хирург должен скальпелем вырезать это все, пока все не сгнило. Попробуй убери эти киоски. Я сколько говорил, теперь вместо одного стало три. И которые были против священники, все примерли. До моего возраста даже ни один не дожил. А воевали, там давали показания на меня. Бог все разметал. Отошел. Вопросы ко всем. Может кто-то знает, вот ученик, один из учеников, ну по крайней мере в те годы еще, Геннадий Фаст. Он где-нибудь, когда-нибудь в своих словах, которые на ютюбе тоже есть, он упоминал об этом учении, о заповеди Божьей о десятини. Вопрос, кто-то знает? Я слушала его лекции, он упоминает о десятини, о платке, о бороде неоднократно. У него там есть лекции, мужчины Библии, жены Библии, старицы Библии. И там задают вопросы в конце видео, и там он говорит о десятини, что она есть, и она должна быть, и должны ее платить. И он там упомянул, кстати, об Игнате Тихонович, что есть, и он говорит, я знаю такого человека, который по сегодняшний день отдает 9-10. Но не сказал Игнатий Тихонович, но намек был на него, потому что других нет. Ну, думаю, достаточно мы на эту тему поговорили. Так, ну, по-прочитанному, вот еще, видите, какое, на что еще можно обратить внимание. Вот когда спросили, какой властью ты это делаешь у Христа. Ну, и сейчас многие наши сестры, приняв крещение, подходят к священникам, и вот подобный вопрос задается от Инии, от Лапкина, то есть какой властью ты тут пришла командовать мной. Они для чего этот вопрос задали, какой властью ты это делаешь, что есть, вот, чтобы, ну, они же при народе, наверное, этот вопрос задавали. Я так думаю, с надеждой на то, что никакой власти у него на это нету, потому что власть была у них, то есть власть торговать, так скажем. Вот, и вот, писание говорит, сели на Моисеевом седалище, никто их туда в Бог не садил, они сами сели. Вот эту власть узурпировали, и вот творят вот эти непотребные дела, торговля, мамона, маркетинг, молитвы по соглашению. Вот. И также будет вот с человеком, который начинает обличать, и вот то же самое, что произошло после этого. Вот это их лукавство, они, когда Христос конкретно спросил, ну вот, крещение Иоаннова, не знаем, не знаем, сказали, солгали, все они знали, то есть, просто вот, и этим лжецам, тогда Христос не стал ничего отвечать. И вот здесь вот говорится, сколько силы в характере Христа, и вместо писания говорит, кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. И вот, зададимся, а у нас есть эта сила характера, эта смелость подойти, обличить священника, зная, что, ну, ничего не будет. Против ветра, как говорится, это тяжело идти. Расскажу случай. Идет евхаристический канон в храме, ну, рядом с моим домом есть храм. Я стал снимать на телефон евхаристический канон, ну, я в предпоре стоял, и там торговля вовсю идет, и торговлю стал снимать. И ко мне подбегает матушка, жена священника, и давай это, ну, от них, как бы, забирать у меня телефон там, короче. Потом присоединились те торговки, короче, ну, там что-то стало твориться. Вот. Ну, они не забрали, конечно, у меня, но они мне помешали. Вот. Они все понимают, они все понимают. Они не говорят, но понимают. И вот так с гневом, с таким, со страхом, с каким-то непонятным неистовством напали, нападают. Вот, понимаешь, такое было у меня. Знакомая ситуация. Ну, меня сломали. Тебя хоть не сломали. Я в воскресенье пришел на ярмарку, стал снимать торгаша. Не, ну, ты на ярмарке, а я в храме, прости меня, брат. Ну, ярмарка там, ладно. Там, Сергей, вы сами виноваты? За ярмарку-то заплатили деньги, а вы туда полезли. Вы там не платили ничего, а пошли туда проповедовать. Торгаши, они на ярмарке торгаши, и в храме торгаши. Да, Игнать Тихонович? Я, конечно, ради смеха сказали уже. Но даже здесь и то можно благоразумно сделать. Приехала Рахиль. Она была Райхан. Мы зашли в один храм, только здесь. Тут разговор, они подошли, а снимать у нас тут нельзя. Я не стал ничего говорить. Подошел там, кто он, Архимандрит, или кто он хорошо знает. Он говорит, какой разговор снимать? Я думаю, это нет. Когда мы к митрополиту пришли, к Сергию это, мы уже расставались. Я говорю, владыка, мы поехали по всем храмам. Рахиль вот такая-то, она приехала, он нас обнял, поцеловал, там благословил. Я говорю, ну мы хотели снимать. Ну, благословляю. Теперь, где бы они ни сунулись, я делаю то же, что ты. Я подошел, уперся в эту касту-то, в одном храме, в другом. Они прям все. Я говорю, успокойтесь. Я делаю по благословению владыки. Они все попятились. Понимаете, вы, там один смещенник, правда, я делаю вид, что не понимаю, он выпивший. Да, я помню. Он мне звонил. Помнишь? Звонил. Главное, в интернете он согласен, а по местному телевидению, чтобы не показывали. Ну, понимаешь, что... Я к вам обращаюсь все. Ну, будьте повнимательны. Посмотрите, что можно сказать и сделать. Вот даже мы были, где вообще съемка запрещена. Платить деньги. Я где деньги платить-то там. Я пошел, начал говорить то-то, то-то. Он директор сам выходит, не трожьте, пусть все снимает. Все. Музей. За деньги. А директор вышел, в сопровождение меня. Я никто для него. Почему? Пока я шел, молитву считал, зазомбировал его и дальше пошел. Понимаешь, в любом деле... Я понял, находчивость. Вас принял митрополит тогда? Принял все как хорошо, по-дружески. А как к митрополиту у нас в Омске подойди, попробуй. Меня секретарь так к нему и не пустил. Я хотел побеседовать с ним однажды. То есть там такой заслон идет. Так что простой смертный туда к нему не попадет никак и бесполезно. Ты, Виталь, наверное, веревку, бич сплел и, наверное, хотел попросить благословения от торгашей погонять. Нет, я по вопросу брака хотел поговорить по браку. Я тихо хочу поддержать. Благослови лозыка торгашей из храма выгнать. Ну, у нас было такое еще раньше при советской власти здесь. У меня была толстая веревка спортивная там в руку толщиной. Но она уже порченная была. Я нарезал обрезки, закрутил там все письмо и каждой торговке вручил. Я, говорю, написал, когда Христос придет, чтобы не искать веревки, это чтобы порол вас. Молосатое племя. А они сразу к настоятелю. А настоятель белорус, он такой, я как-то пришел, он, Игнатий, говорят, вы от веревки так им дали. Я говорю, да, отец Николай, так. Он заулыбался, голову опустил, так сказать, ой-ой-ой. Вот не знаешь, он против меня. Ну, вот, когда на Пасху милиция окружила здесь все, чтобы лишних молодежь не пропустить, тогда при советской власти-то. Я тогда подошел к ним, а я в каждом отделе милиции веду занятия. Они, о, заходи. Я зашел и начал беседовать. А они там милиция, дружинники, все забивали, забивали, а машина как автобус приехала. Они набились, и ему передали. Ну, он-то против меня, настоятель-то. А тут Игнатий уже прошел, этот Рождество, Пасха прошла, говорят, ты там в милиции это проповедовал в автобусе. Я говорю, забыл. Он голову опустил, залыбался. Забыл всю вражду против меня, и говорит, да, победа-то на нашей стороне была. Он не просто кто-то, а он на нашей стороне, на нашей. Я его. Так что сегодня так, завтра по-другому. Но нигде не уступайте врагам. Никогда. Торговли не должно быть. Тем более за молитву вот эту, тем более хороший такой батюшка. Я туда ни разу не выходил. Кто-то, я говорю, напишите. Вот ролик вчера мы составили еще один с Юрием. Я отвечал на вопросы. Господь последний наказ дает. Он там объясняет дружба за столом, дружба в благовестии. Одно дело всех объединяет полностью. Общее дело. Не литургия, общее дело. Это все переименули. Общее дело благовестия, проповед, миссионерство. А литургия для избранных. А батюшка там сидит и говорит, что вот общее дело это вот и трапеза там или где-то, а совсем не так. Литургия, она называется, литургия общее дело название одно. Она никак не общее дело, потому что участвуют только верные. А в благовестии все до единого. все. 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 Продолжение следует... 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 Проклятием вы прокляты... И заповедь... Не воруй, не укради... Все нарушается... Это вот... Десятину не дает... Это вот... Христопродавцы самые настоящие... Потомки этого Иуды... Носил ящик... Туда клали деньги... И оттуда воровал... Сергей... Прошу прощения... Вот как раз... К слову... Надо озвучить... Интересный вопрос... Игнатию Тихонычу... Игнатий Тихоныч... Десятину должен давать мужчина вопрос... А то Головин в проповеди сказал... Что Десятину должен давать мужчина... Я женщина... Я давая Десятину... Не нарушаю никакого УСАВа... Да нет... Никакого... Не нарушаете... Понимаете... Вот за каждым вопросом... Здесь стоит еще новый вопрос... Попадает ли... Стипендия... Попадает ли детский... Который получает мать... Не попадает... Потому что от заработка... От прибытка... А человек продает дом... Если он купил... А то же Десятина там ушла... Тут надо все разбирать... Вот мы малину берем... В деревне с ребятишками... Набрали... Делаем небольшой... Сюда... Шажок батюшке... Десятую часть отмерили... Кто у нас был знает... А он не берет никогда... Но мы батюшка... Тебе давали... Ты не взял... Благословляй... Он всех благословляет... В ребенка это закладывается... Ведь... Мы рассуждать-то рассуждаем... А на деле-то можно ли сделать... Я повторяю... Можно... Притом сразу... Главное препятствие... Конечно... Священники... Но и с ними можно иногда разговаривать... И бывает... Вот... Я не знаю... Тут кто... Наталья Усата... Выставила мою беседу с одним священником на днях... Он беседовал... Пришел... В машине сидит... Он говорит... Я вижу... Чувствую... Где он это... Просто, как говорят... Подначивает... Подкапывает нарочно... А серьезно... Это в конце только и сказал... То есть... Он может с кем-то договорился... Я буду его раздражать... Посмотрим, как он ответит... А я как будто ничего не вижу... Так отвечаю... Но придет время... Они будут искать... Каждую минуту наших разговоров... Потому что... Вот здесь мы считали... Какой твердый характер у Христа был... Это не какая-то бессветная фигура святоши... Вот они... Таких делают... Молчанием... Все... Молчал... Молчал... Сопел... Дошли до этого... Пока они стали вниз головой... С колокольни спускать... Это народ-то... Вчерашние прихожане были... Надо научить... Жить... Все... Вот мне... В рулетке... Все говорят... Почему папы так богато живут... Где они богаты... Ну, в самом деле... Там... Которые... Патриарха там... Да давно бы... Продал эту машину... Мать Тереза продала... Которую папа ей дал... Как премию... Тут же она ее оформила... На деньги... И на бедных сирот в Индии... А, да это католичка... Тем паче нам будет горько... Что католичка... Монашка... Албанка... И так поступала благоразумно... Вот мы сейчас проходим это... И это надо применить на деле... На... На деле... Вот где вы бываете где-то... Нам не надо... Мы довели до этого... Но вот говорят... А вот если бы вы пришли... Вот к вам... Или... К вам бы пришли... Вот сегодня бы... Сразу бы... Семьсот человек... Ну, семьсот... Они не вместятся... Но все бы были одеты по форме... И вот так... Чтобы я не буду одеваться... Повторяю... За 27 лет... Ни одного человека не было... А мы приводили разных... Вот мне подходят и говорят... Вот такой-то... Такой-то... Можем прийти... Значит... Вы знаете как форму? Одевайте... И они оденутся как надо... Оденутся... У нас картинка... Где ласточки поют-то... К Маше Барабаш... Пошли эти девчата... Харистки... Патриархийные... Это... Ребята... Все с поясами... Все... Даже ни один храм не зашел по-другому... Ну, ничего не делают попыток... Совершенно... Только деньги... 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 Мани... 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 А то ничего нельзя сделать... Повторяю... У меня... О, 21... А еще ничего не начинали делать... Начни и получится... То есть... Вот... Детские пособия... С этих детских пособий... Десятина не платится... Да? Это... Конечно нет... Это ребенка... Ребенок... А с пенсией платится... Да? Получается... А с пенсией... Это ее заработная плата... С пенсией платится... Как бы зарплату... А вот... Допустим... Игнать Тихонович... Вот предприниматель... Допустим... Он... Заработал... Вот у него выручка... Например... Вот за месяц... Там... Миллион... Да? Но... Он же и аренду платит... Там... И на бензин... Там... Это все вычитать надо... Да? Или с выручки платить? Это чистая... Которая у него... Чистая прибыль... С нее... А... Достаточка... Минус расходы... Да? Он же стоит очистить... А теперь что осталось... Того десятину... Понятно... Я считал выступление... Кажется... Самого... Одного из самых богатых... В Америке людей... Там... Морган... Он торговал шляпами... Я говорит... Не знал как... Он сразу нанял... Два или три человека... И которые люди выходят... Они их всех... Спрашивали... А вы почему такую взяли... А вот у шляпы... Одна какая-то... Что-то там загнуто... Пишет один... Другой... Он... Самые хорошие отзывы взял... И начал такие шляпы выпускать... Я говорит... Поставил себе... Ну он какой-то... Я не знаю... Мормон или кто... Я говорю... Платил десятину... Она была маленькая... А сейчас я плачу... Каждый месяц... Несколько миллионов... Десятина... Сделала его богатым человеком... Десятина... Я не буду никуда обращаться... Перед вами я... Один из самых бедных людей... И в то же время... Богатый... Почему? Десятинами... Все поднимает... Господь открыл небо... Притом я никогда... Не стою на углах... Не выпрашиваю... Люди сами подходят и спрашивают... Нуждаетесь? Нет? Да... Это наша биография... Один из примеров... Это когда в Швеции сломались... Сразу телеграммой нам отбили... Бросайте машину... Ее не ремонтируют... Сейчас высылаем деньги... Получайте иномарку... Такую же... Езжайте дальше... Вот это я понимаю... А вот еще... Конкуренцию императору... Она могла разрушенный город построить... Но когда она решила... Там перечисляется ее богатство... И не за что-то... За торговлю телом своим... И когда... Коснулась в храм... Он говорит... В храм нельзя... Ты блудница... Нищим раздай... Вот ответ... Мне однажды приходит... Человек на работу... Я работаю... Ну... Он меня хорошо знает... И говорит... Ты знаешь... У меня дела так успешно пошли... Такие деньги появились... И я подумал... Куда девать... Я решил вам отдать... Я говорю... Откуда деньги... Да я... Там устроил... Торгует чем-то... И я возьми... И спроси... А такие есть там... Картинки... Скабризные... Ну... Конечно есть... А он с деньгами пришел... Ко мне на работу... Я ему обратно развернул... И все... Ну а вот... С услуги... Дрессировка же... Должна десятина платиться... А собаки там нету... Это работа... Вот... То есть я купил... За собаку... За тысячу рублей... А это когда ты продаешь... Собаку... Продаешь щенков... Десятину... Нельзя брать... В церковь нельзя... Нет... Игнать Тихович... Я купил... Например... Собаку... За тысячу рублей... Выдрессировал ее... И продал за 50... Вот 49 у меня прибыли... Вот с этой прибыли... Ты должен же оплатить... Это работа твоя... Да... Ты за работу получаешь... А не за собаку... За собаку ты заплатил... Собака осталась... Вся та же самая... А в нее вложен твой труд... Ну вот... Понятно... Но это же все равно... Цена... Получается... 49 тысяч... Это твой труд... Не важно... Что ты над шальцом... Или над собакой... Ты собаку не продавал... Я так и делал... Что это труд... Да... Сначала я... Не платил... Думаю... Ну раз нельзя собак платить... Значит нельзя... А потом... Я же дрессированных продаю... А если вот... А если я просто купил... И перепродал... Без дрессировки... Нельзя не сидеть вот так... Вот теперь что у тебя там есть... Сверх того что было... Это передай нуждающимся... А в храм нельзя... В храм нельзя... Все понятно... Конечно... То есть это... Да... Студент... Студент... Говорит... Мне так не хватает... Я говорю... А ты заплати... Заплати... Чтобы тебе двери небесные открылись... Да кстати... Вы же сказали... Со стипендии не надо... Ты слушай внимательно... Не надо... Но ты заплати... Скажи... Господи... Я ради тебя делаю... А теперь... Ты посмотри... Что у тебя будет... Ты заплатил... А я узнал... Я сразу пошел к священнику... Платил такой... Платил... У него денег не хватает... И теперь ему возвращают... В 10 раз больше... Виталий... Вот здесь... Калиников у нас был... И работал на складе... Там у батюшки... И пришел... Я гляжу... Он такой веселый... И смущенный... Я говорю... Что... Заплатили? Так я никогда не ожидал... Что столько мне заплатят... Виталий... Так было? Да... Да... Игнатий... Спаси Христос... Да... Добрые слова твои... А добрых людей... Так и пошли дальше... Говорит... Заплатили настолько больше... Что не ожидал даже... А почему? Потому что ты положил... Уже платить десятину... И намерение Бог учил это... И сердце Игоря... Батюшки... Все к тебе расположены были... Но попутно сказать... Виталий... Помнишь... Мы в Биск ездили... Наталья с нами... С драйвом-то ездила... Да-да... Вот... Она теперь... На меня работает... И платит десятину... Батюшке нашему... Помолись о ней... Ты ее уже помнишь хорошо... Слава Христу... Ну она хорошая... Тоже за юбку мы с ней тут воевали... Не могу никак на нее... Юбку надеть... В храм надевает... А так вот в штанах ходит... Аж до... Неприятно... Так... Ну что у нас... Час прошел... У кого вопросы... Игнать Тихоновичу... Пожалуйста... Ваше время... Ни у кого... Чего-то нет вопросов... Или все все знают... Или... Или знать не хотят... У меня сегодня... Памятная дата будет... Примерно восьмидесятый день... Как я... Вся от рулетки-то... И сегодня у меня выходит... Четырехсотый ролик... На рулетке... Благословение Господне... Ровно четыреста... Ну... Сам решай... Игнать Тихонович... Раньше у вас хорошо было записывать... Беседы в скайпе... С одной стороны... Ваше изображение... С другой... Собеседника... А теперь только собеседника... А вас не видно... Это не есть хорошо... Да... Я тоже... Так... Я поясняю... Поясняю... Вот где меня не видно... Это я записываю на свой аппарат... А другой, который... Оба видно... Это... Автозапись у меня работает... Я теперь сажу кого-то около себя... И говорю... Помогите мне разобраться... Какой вариант лучше... В этом варианте... Слова слышатся намного чище... А меня вы и так уже насмотрелись... И поэтому... Порешали... Сделать этот вариант... Я советуюсь... Вот у меня фотографии, которые есть... Я оставил для интернета... Я никогда... Чтобы я отдельно делал... Володя, садись... И разбираем каждую фотографию... А бывает они очень рядом... Близко... А оставить-то одну надо... Без совета дело расстроится... А по совету оно все совершается... Нет, это плохой совет... Плохой совет, Игнатий Тихонович... Потому что... Мимика и все должно быть видно... А так мы за кадром... Видно собеседника как шеи мотает... Да ничего не видно... Вот сейчас с Соболевым... Последняя беседа очень важная... И сильная... А вас не видно... Но это никуда не годится... Плохой тот советник был оказался... Ну... Понимаешь, нет... Надо веб-камеру лучше купить... Я и сам согласился... Что этот вариант лучше... Вы на меня уже видели... Без меня тут обойдется... И я за что... Мой голос знаете... Но... Запись намного лучше... Прямо заметно лучше... Вот в чем дело... Виталий... Я не просто так делаю это... Ради людей... Игнатий Тихонович... Потому что вы... Говорите прямо в микрофон камеры... А здесь вам нужно просто тоже поближе к сесть... Там же с веб-камеры пишется... Я так, Виталий, правильно понимаю... Когда автозапись идет... Просто надо на веб-камере... Ну а она как? Она же внутри компьютера эта запись идет... Есть решение... Есть решение... Есть решение... Все так же оставить... Там просто в скайпе можно... Свою иконку... Ну то есть... Лицо свое... Расширить... Его просто надо... Когда звонят... Вытаскивать так... И расширить просто... И там будет видно... Вот я вот ее сейчас беру свое... Да-да-да... Можно так... Надо научить только Игнать... Сергей... Научи Игнатья Тихоновича... Приди к нему... Потренируйся... Расширять хотя бы... Братья, подождите... Вот сейчас вот демонстрация экрана... Вот я смотри... Я вот сейчас вот это Виталия беру... Я перестегну... Вот вас сейчас двое... Но ты такой маленький... А себя я вообще даже передвинуть не могу... Я тоже вот с братом разговаривал по скайпу... Я не могу себя расширить... Научите пожалуйста нас... Чайников... Ты себя расширь себя... Но я не знаю как-то надо потренироваться... Вот Вячеслав правильно говорит... Я себя даже передвинуть не могу... Вот он... Я приду домой... Домой приду и сниму обучающую видео... Как это сделать... Да оно поди есть... Просто ссылку дай... Или сами можно поискать на ютубе-то... Да там на ютубе можно найти, зарядить что-то, как... И там все скажут... Все покажут... Да... Просто да... Надо этим заниматься... А все Вячеслав все поможет сделать... Слава Богу... Все-все... Давай Сергей сделай... Сделаю... По многочисленным просьбам одного из телезрителей... Но тут ни одного... Сергей Евтушенко тоже за... Должно быть видно и слышно... Это лучше, чем просто слышно... Аминь... Дальше вопросы... А еще лучше, когда еще и третье... Когда еще и текст бежит... Вообще изумительно... Видно... Мимикус... Ну... Кому как... У всех восприятие разное... Бывает так еще в последнее время... Что Игнатий Тихонич... Открывает... Какой-то другой файл... Подожди, Наталья... Какой-то другой файл... Открывает... Он вообще исчезает... То есть там черный экран становится... То есть это тоже... Как бы... Ну... Прямо... Тебе как режиссеру... Это прям... Ну... Никак не подушит... Никуда не годится... Абсолютно... Ты бы этим... Артистов бы... Сразу всех повольнял бы... Ну... У тебя-то хорошие ролики... Качественные... Понятно... Ты в душу вкладываешь... Молодец... А тут... Тяп-ляп... Готово тебе... Это... Бог даст... На материалы... А уже не возьмешь... Уже только голос... Придется там... Просто статичную картинку делать... Ну... Так далее... А вот... Как вам кажется... Вот когда... Я ролик... Шахматовым интервью... С Игнаем Тихоновичем... Выставил раньше... На сутки... Или на двое... Ну... Необработанный... И мне сразу... В плохом качестве... В плохом качестве... Зачем... Зачем... Ну... Согласны вы со мной... Это же лукавство... Там качество было хорошее... Звук хороший... Просто он не смонтированный был... Вот... А истинная цель была... Это потеря... Потеря... Прямо в этой видеозаписи... Не-не-не... Почему он... Все хорошо, Сергей... И полный должен быть... И должен быть там... То, что он там слепил... Смонтировал... И то, и то должно быть... Но почему они меня стали упрекать-то за это? Что я якобы в плохом качестве выложил... Там звук... Да, они... Видео нечетко иногда распросятся... Поэтому плохо слышно... Кто его знает, почему они тебя упрекали? Спасибо... Я думаю, что монетизация... Они деньги потеряли... Вот Игнать Тихоновича была такая версия... Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да... Есть такое... Я-то в этом не бум-бум... Я никогда монетизацией этой не занимался... А он говорит, не этично... Это говорит, не этично... Потому... Сергей, все ринулись на твой... Да, на Игнать Тихоновича канал... И многие там его подписчики... Они уже посмотрели... Понимаешь... А для них это убыток? Все, все понятно. Так они, может быть, и там посмотрят. Или второй раз не посмотрят на их канале. Хотя... Тем более, смотри, они же сколько... Ну, хотя и подписчики денег дали, но все равно, сколько было вложено, он летел, страдал, мучился, не курил и все, и не блудил, и все это дело. А потом раз, все просто, все карты ему... Ну, я про это не думал, мне просто хотелось побыстрее поделиться. Я говорю, у меня что, занялся нечем? Я его пять раз перезаливал, как будто он у меня не шел, не шел. А потом, не залитый, он выскочил у меня. Я думаю, чудо какое-то, надо же. Ладно, вопросы, братья, давайте. Игнать Тихонь ждет. Сергей, да там звук плохой был, и тогда фокуса не было. Это еще тоже критика и по этому поводу была. Да, там тихо было. Ну да, камера далековато стояла, да. А то везде заговоры ищите там. Просто камера там, люди иногда и так плохо слышат, а еще тут еле-еле что-то там шепчут, на полную сделаешь, еле слышно, вот они и пишут все. Иногда фокуса не было. Понятно. Но я когда свою камеру устанавливал, говорю, ну помогите, прям шахматовый, что-то у меня фокуса нет, тут лампы, он так рукой махнул, вроде как отстанет меня. Ну так, маленько лампочку подвинул, но все равно я чувствовал, что будет качество плохое, фокуса не будет. Ну ладно, бог с ним. Чувствую вопросов не будет сегодня. Все уже. Давайте какую-нибудь тему еще. Что у нас события последние какие-то? Вот я могу рассказать. Максим Первозванский есть такой, протеерей. Я вот слушал, он тут рассказывал, как он кается на исповеди, ходит за то, что он, когда исповедоваться, к нему приходит человек, который, например, жертвует. Ну и он знает, что человек жертвует на храм, постоянно там большие суммы. Человек-бизнесмен. Он к нему приходит исповедоваться и говорит, вот батюшка, я там по бизнесу, тут что-то кого-то там взят, куда-то тут обманул, там его согрешил. Но я знаю, что он там семьи кормит, таких же православных и так далее. Ну я ему, ну ладно, там прощаю, отпущаю властью данной, мне там разрешаю от грехов. А потом приходит ко мне какой-то там другой с тем же грехом. Ой, я ему таких колоколотушек таких дам. И говорит, я за это потом иду и своему духовнику каюсь, что я так делаю. То есть, как бы это лицемерие и так далее. То есть, что-то неправильно. Я вот очень порадовался за то, что все-таки, ну, батюшка как бы признается в таких вещах, что да, вот человек один жертвует и приносит набор грехов, он его исповедует не так, как того, который, например, не жертвует. вот это порадовало тоже. Ну, вот если он этот грех исповедовал, он должен его прекратить. Вот покаяние, истина это. А он-то, я чувствую, но он ему на следующий пост придет опять то же самое повторится. Опять там у колотушек даст, поэтому он же семья кормит. Ну, может, я не прав, конечно, но мне кажется, что это запинающий грех. Такие бывают. То есть, человек понимает, что это неправильно, а сделать ничего не может. То есть, он повторяет, повторяет, кается и кается. Как когда тихонька говорит, в воду вступил, помет вступил, взболтал на исповеди. Потом он опять осел, а помет он так опять остался. То есть, ничего. Сосуд так же грязный и остался. Не очистил душа. Покаянный. Пока я не ем. Душа очищается, когда человек перестает делать грех. Рассказал его на исповеди и имеешь твердое намерение его не делать. Правильно, Иной Тихонький? Бывает, что как у меня давно был один товарищ, православный назывался. это я еще тогда только к Вере приходил. Я, говорит, с блудом борюсь, я в среду и в пятницу жене не изменяю. Вот борьба у него какая, понимаешь? Грехом. Потому что одни пластные. Увы, начало покаяния. Может, когда ты и покаясь, человек. У меня вот борьба тоже хотел поделиться. Отписался от канала во свете Библии. И еще от многих. Потому что понимаю, что я вместо того, чтобы Библию читать, святых отцов, сижу там, что-то смотрю, там, то, сё, другое, третье. И я Христа, прямое Слово Божие, променял на на как бы альтернативу. Потому что мне так проще, мне меньше думать надо, меньше напрягаться, меньше читать, меньше толкования. И вот я решил отписаться от всех этих каналов. И вот иногда вот скайп подключаюсь сюда, а ролики смотрю там уже в разы меньше просто. Ты вот там каешься или что? Я делюсь тем, что я это сделал, потому что я почувствовал свою зависимость. То есть я уже понимаю, что если я там за день не послушал какие-то проповеди, там, не знаю, там, Игнатия Тихоновича, там, и так далее, там куча разных проповедников. Вот. И если я за день там не посмотрел несколько роликов, то я типа того, что, ну, как-то чувствую потребность в этом. Вот. А почитать Библию, например, у меня такой потребности нету. И вот чтобы этот крен изменить, я вот сейчас пытаюсь как-то то есть отписался там от многих каналов, YouTube удалил там с телефона, там сейчас, ну и так далее. Сейчас, правда, опять установил недавно. Зараза, страшная вообще. Зависимость просто. Вот. но это не совсем греховная зависимость. Просто времени тратится больше на просмотр видеороликов, где ну, бывает, что информация, ролик часовой, информация полезная для тебя на минут на 20, то есть, лишнее там. Это я согласен. Слово Божие, конечно, читать нужно. Это да и аминь. Так, Николай, он отписался от канала, но он же читает и смотрит, а экстраполяцию событий он совсем неправильно анализирует. Толк вот от этого. и тем более видео можно поставить на скорость воспроизведения и смотреть то, что ему нужно и услышать то, что ему нужно. Вот это скорость хороший очень совет. Да, кстати, я забываю, я пробовал и да, после я поставил и все. Это Наталья Спаси Христос. Я такие ролики слушаю, что там и в обычном режиме нужно останавливать, чтобы понять, о чем речь. А если еще ускорить, то это вообще. Ну, смотря какие ролики, конечно. Вопрос вопрос вот тут в чате к Игнатию Тихоновичу. Давай, зачитывай, брат. Ну, тут один попроще. Наталья спрашивает в беседе было замечание Алексею, чтобы он не кресил ноги, ну, то есть ногу на ногу, видимо, не ставил. Почему нам, православным, это нельзя делать? Я так не делаю с детства, а бабушка говорила, чтобы вены не пережимать. Скажите, пожалуйста. Зачем объяснять-то чего? Не принято и все. А тут и заходить. Неприлично это. Вот когда сидят, почему женщина коленки должна держать вместе? Что, объяснять надо? А сейчас юбка такая выше колена сидит, ноги раздвинула. Ну, что тут пояснять-то? Так и здесь. Нога за ногу, это вальяжное отношение от американцев, они могут себе позволить, потому что они все еретики. Я даю пример. Вот возьмите, Арсений Великий, со словом Великий, Василий Великий, всего за 20 столетий было 17 человек только. То есть меньше, чем один человек на столетие. А он был в царском дворце, служил, и, видимо, там это принято было. А когда он бежал в пустыню, а привычка-то осталась, и при беседе с братьями он нога за ногу не так, как этот делал, а прямо просто нога за ногу, ну, маленькая. А братья боятся сказать, ну, боятся, уважают его, не хамят. И говорит, когда мы придем к нему, я ногу так сделаю, а ты мне замещание сделай. И он так сделал, он говорит, брат, ты чего нога за ногу, а разве христианам положено так? Они спрашивают, почему нельзя? Он раз ногу убрал, смотрит, а Арсений Великий потихоньку ногу свою снял и больше никогда не делал. Почему? Нет такого слова. Неприлично, и все. Я не знаю, насколько это достоверно. Вот я был в Литве и в Латвии, там, вот идешь в Литве, а у них на стене такая, как шайба большая с отверстием, и она, оказывается, туда можно окурки бросить, и написано Шилк Шремс, то есть плевательница. Не принято плевать на пол. А почему нельзя? Ну, не принято так. Не принято. Я не знаю, сколько вот у нас тут из Германии это кто-то есть сегодня или нет. Я слышал не раз, что у немцев ни за что считается громко пускать газы. Нет такого. Не встречали. Они сморкаются. Так и есть, Игнать Тихонович, есть такое. В Гамбурге, в Гамбурге, у меня двоюродная сестра за немцем замужем, за немцем замужем, и он там вовсю вот это делает, и это нормально считается. Да я стал смотреть на это дело-то. Так никакого вреда-то нету. Вот они более провыщемы. А плюет человек, там и туберкурозные палочки, что угодно может быть. Везде сморкаются, плюют. У него умно, все, у немца-то. А от этого-то ничего нигде нету. Ну, маленько воздух, может, испортил. Какой там метан? Еще есть вопрос, Игнать Игоревич. Правда, вы на него отвечали, правда, уже. Ну, вот, Игорь, Игорь, он взял скриншот с епископа Курочкина, где он вас упрекает. Зачитать можно, да? Ну, давай, считай. Наткнулся тут случайно на видео Игнатия Лапкина, пишет епископ Курочкин в Евтихии. Не понял, не принял, в конец обеспокоен. Что это? Что за слепота? Ведь христианин же озаботился, почему имя Господа Иегова, извещенного в Ветхом Завете, предано забвению. Так ведь Христос пришел на землю не только, чтобы грехи наши искупить на кресте, но и чтобы нам о жизни нашей на земле, о ее смысле и цели ее, и о всем необходимом для этого изъяснить. Говорил же Христос, что Отец мне велел, я все передам своим ученикам, чтобы мне людям передать. Идите во все народы и проповедуйте им, крестя их, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это не имя Божие, спрашивает. Да и помнится мне, что я тебя благословлял, в том числе и рукополагая тебя в очтецы, не во имя Иеговы, а во имя Отца и Сына и Святого Духа. Христом нам открыто и заповедано имя Господне, и разве вы, Игнатий, не начинаете своих молитв призыванием имя Божие, подлил еле иеговистам и доволен? Я поясняю, все, что он сказал, все правильно, но имя Господне, которое он дал, нигде не упоминается. А по Риме это считают, как они их обходить будут? По-славянски? Ветхие заветы зачем считают в храме? А это из Ветхого завета. Почему хотя бы в одну молитву не включить это имя, когда оно восемь раз упоминается в синодальном переводе? Я вот о чем говорю. Имя Господь открыл, да кто это? оно имя сказано. Как тебе имя? Он сказал Иегова Сущий. Иегова. Почему это имя не произносится? Я только об этом говорю. Я же ничего не меняю, ни названия, ничего. Включите в другое место где-то, чтобы люди знакомы были. Они сегодня одна говорили, прости меня, Господи. А я считал, что это имя сатаны. Доигрались. Я практически подхожу к этому. Он меня рукополагал, рукополагал, ну, имя-то Иегова, вот ты произнеси хотя один раз-то. Он еще этим на вопрос-то не отвечает. Ну, я не прошу произносить. Прочитайте это место в Библии вслух. Понимаешь? Я не прошу ничего. Прочитайте хотя бы одно из восьми мест, где Иегова произносится. Библию нельзя считать. Вы прыгайте через это. Какая ваша правда-то? Явно, что боитесь этого имени. Я подлил имя. Ну, это-то зачем говорить? Я читаю Библию, чтобы считали правильно. А при чем тут Иеговисты? Я должен соглашаться с тем, что сказал. Я соглашаюсь, но просчитайте из Библии, где произносится имя. Вот и все. Я не прошу молитв составлять никаких, но один раз надо, чтобы люди знали. Вот как-то суживать все это до танковой щели. Это сектантская узость. Православие это широта, это всеохватность, целомудрие. Слово Божие говорит, не прибавляйте, не убавляйте. Это в Ветхом Завете еще сказано о Второзаконе. А это убавляют. Это слово не считают. Просчитают. Имя Иегова прослышалось. Все, больше ничего не надо. Ну, Игнать Игоревич, оно ругательное. Оно сейчас ругательное. Иегова, это там прям действительно считают, что это сатана или еще кто-то. Прости, Господи. Ну, это так. Кто это сделал-то? Кто скрыл-то имя? Дорогой брат, кто это сделал-то? Я разве сделал-то? Попы это сделали. Я ей сказал, прочитайте одно место из Библии, где произносится имя, как он сам себе сказал, мне имя Иегова. Вы против Бога восстаете. Я не говорю, что сегодня называть Христа Иеговой, но прочитайте место Библии-то. При чем тут рукополагал, во имя чего? Это совершенно к делу не относится. Произносите имя Господне один раз. Все. Вопрос снятый. Это еще отношение к Ветхому Завету еще такое, знаете, как будто он уже все не в силе. Вот мы дети Нового Завета, люди Нового Завета, а Ветхий Завет это еще в семинарии такое отношение прививают семинаристам, что Ветхий Завет, дескать, уже все отошел. Ну, это считается по Римии. Еще раз говорю, считаются по Римии Ветхозаветнее. Почему это место не прочитать? Псалтырь считают, затерли его за едино умершего, за всех. Псалтырь-то Ветхий Завет. И там просят смерти врагам. А в Новом Завете это любите врагов, а там прямо паразий, считай 108 Псалом. Однако, это не боятся считать. Читают прямо и просят смерти врагам. А здесь ничего нету, просто прочитать. Они мне чего доказывают-то? В оригинале слово Егова встречается больше семи тысяч раз. А тут один раз даже не произносится. Интересно, я, чтобы это озвучить, только в одних моих стихотворениях кажется 928 раз имя Егова встречается. Это напоминает одна девочка, говорит, мама сказала-то я тебе надеру по попке. А какая попка? Где? У меня жопа есть, говорит, а попы нету. И она взяла мел и пошла на заборе писать жопа, жопа, жопа. Так, Вячеслав Семенов здесь нет. Ушел. Не было. Фух. Ну что, раскалиться будем, молчат все. Пора. Давайте. Ну там я вижу Татьяна есть, Татьяна, дайте ей просчитать молитву. Какая Татьяна-то? Ну, иди, одна Татьяна тут. Вон, крайне красненькая. Ох-то. А. Так, ну давайте ангелово-пияше споем. Ангелово-пияше, благодатнее, чистая дева, радуйся, и покереку, радуйся, твой Сын воскреси из гроба, и мир твоя воздвигнувы, люди, веселитесь, святися, святися, Новый Иерусалиме, слава Господня, на Тебе воссия, ликуй ныне и веселись о Сеоне, Ты же чистая красу, вся Богородица, о восстании Рождества Твоего. Татьяна, молитесь. Господи, благодарим Тебя за эту встречу, за эти занятия. Прости нас. Все наши грехи нам прости, благослови нас, благослови эти занятия, группу эту, ведущих, даруем силы, здоровья, мудрости во всем. А Тебе за все слава, хвала и благодарность наш любящий Бога, и Целый Дух Святой. Аминь. Аминь. Спаси Христос за молитву.